МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день. Вчера один из ведущих комсомольцев на Дэвизон ради выдвинул свою версию по поводу завершения мюллерского расследования и оправдания Трампа. Он сказал о том, что, мол, в тот же день в Нью-Сейле приземлили два транспортных самолета ВВС России с оборудованием для строительства военной базы. Затем, чтобы установить там ракеты, которые будут нацелены на Соединенные Штаты. Мол, Трамп позволил Путину построить там военные базы. Кто это говорил? Наксон, вы его хорошо знаете. Я его никогда не встречал. Я знаю, что это окей. С этой целью он хочет отменили. Исходя из этого, вытекает, что все это время управлял мюллером сам товарищ Путин? Спасибо. Вы знаете, я не хочу называть по имени своих коллег, которые вещают на Дэвидсон-раде. Более того, я их не слушаю. Но я получаю по e-mail. Радиослушатели знают мой e-mail. Кстати, я и чикагским радиослушателям назову мой e-mail. Вы пишите и можете мне писать. Цифра 1, цифра 1. Маша Орлов. M-A-S-H-A-O-R-L-O-V. Собаченца.gmail.com OneMashaOrlov.gmail.com Я от своих радиослушателей получаю массу информации о том, что происходит на Нью-Йоркском радио. Значит, то, что сказал этот господин, это безобразие, которое не имеет названия. Более того, если вдруг Путину или кому-то другому в голову, Китаю, кому угодно, придет в голову устанавливать ракеты Венесуэли, то я не сочувствую нынешнему венесуэльскому режиму. Более того, я прекрасно понимаю, что господин Лаксон, может быть, не знает истории, может быть, ничего не знает о кубинском кризисе 1962 года, когда Хрущев пытался установить ракеты на Кубе, направленные на Соединенными Штатами. Говорить о том, что согласие, сознание Трампа, Путин собирается расставлять ракеты Венесуэли, я не называю это бредом. Это бред, конечно, полный. Это неуважение к своей стране, к своему президенту и неуважение к истине. Да, действительно, в Венесуэлле прибыли два самолета с советскими военнослужащими. Мы уже знаем, что они разгуливают по Каракасу, их там знают, о них рассказывают американские корреспонденты. Говорить о том, что там будут расставлены советские ракеты, российские ракеты для обстрела Соединенных Штатов, может только человек, который до такой степени далек вообще от истины и далек от того, что представляет собой правда. Это абсолютный поклёб. И этот журналист в течение двух лет занимался объяснениями радиослушателей, что между Трампом и Путиным существует сговор. Мне интересно, хватит ли у него совести подойти к эфиру и сказать, ребята, я в течение двух с лишним лет вам лгал. Спасибо большое за информацию. Или, по крайней мере, заблуждался. Но, 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 Толя, никаких заблуждений. Заблуждений быть не может, Толя. Значит, я... У меня письмо, кстати, есть в Дэвид Сенраде, я буду отвечать на него в воскресенье. Человек пишет, почему я был уверен стопроцентно, он пишет, что никакого сговора не было. Я буду в воскресенье отвечать, но я могу сказать свою точку зрения в двух словах. У меня, во-первых, никогда нет стопроцентной уверенности в своих политических прогнозах. Но я был уверен на 99%, что нет сговора уже тогда, в мае 2017 года, когда Мюнер приступил к расследованию. Потому что, если бы был какой-то сговор, то за то время после победы Трампа, это ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, шесть месяцев, с прессу уже были бы слиты абсолютные факты, то есть факты этого сговора. Если никаких фактов не было слито в течение шести месяцев, мне это давало абсолютно 99% уверенность утверждать, что никакого сговора не было. Абсолютно с вами согласен, потому что при том водопаде всяких других сливов, конечно же, мы бы получили хоть какие-то доказательства наличия этого сговора. Даже вот такой интересный факт. Вот какая прекрасная команда Мюнлера, они там работали 22 месяца, никакого слива не было, все было засекречено. Слива не было по одной простой причине. Сливать было нечего? Абсолютно. Да, согласен. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло. Ясно. Вот. Добрый день, вы в эфире. Да, что это такое. Ну, ладно. Человек перезвонит. Да, я с вами согласен, конечно же, нечего было сливать, не потому что они такие все, как сказать, даже не могу слова найти, не потому что они такие праведные, а именно потому что, конечно же, нечего было сливать. Так что... Знаете, вчера в National Review, на веб-сайте National Review была опубликована интереснейшая статья бывшего, кстати, прокурора, Манхэттенского. Угу. Он пишет, что по его мнению, по его мнению, Мюэр пришел к выводу, что никакого колюжи не было уже через несколько месяцев работы. Почему он продолжал вести, так сказать, расследование, это уже другая тема. Потому что ему не давали... Это интересная тема уже другая. Ему не давали его свернуть. Им нужно было как можно дольше вот эту создавать иллюзию того, что это действительно было. У меня есть на этот счет теория. Я прошу прощения, я займу две минуты. Пожалуйста. Значит, когда был устроен заговор против Трампа, и постепенно участники сговора, заговора пришли к выводу, что никакого колюжи не было, что это все придумано, все. Они настаивали на продолжении расследования, прекрасно зная, что средства массовой информации будут вести пропаганду против Трампа. История свидетельствует. Президент Никсон ушел в отставку до импичмента по одной простой причине. К нему пришла делегация сенаторов-республиканцев и сказала, господин президент, если вас подвергнут импичменту, вам придется уйти, потому что и сенат проголосует за ваше удаление. Эти сенаторы пришли к такому мнению, потому что опросы общественного мнения свидетельствовали, что поддержка Никсона падает, 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 и докатилась где-то до 22-23%. Таким образом, общественное мнение страны было против президента. Возвращаясь к Мюллеру, он продолжал так называемое расследование в надежде, что средства массовой информации будут оболванивать американцев до тех пор, пока рейтинг Трампа не упадет где-то за 20%. После этого к Трампу явятся сенаторы-однопартийцы и скажут, господин президент должен уйти. Когда Мюллер убедился, и вся эта братья, участники заговора убедились, что поддержка Трампа его базой, то есть его избирателями, не падает ниже 40%, а иногда выходит до 40% и выше, и как показал месяц назад опрос Расмуссона достигло 52%, они сообразили, что нужно лавочку прикрывать. Вот, на мой взгляд, чем было связано решение Мюллера продолжать расследование, когда он прекрасно понял, что никакого сговора не существовало. Вполне логично. Давайте примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, есть еще вторая, была, вернее, вторая причина, да и есть, вот этого расследования, для того, чтобы отличь внимание граждан этой страны от действительно криминальных дел, которые делает Дип Стейт, которые делали Клинтоны, и Обама, и вся эта клика. Но, знаете, у меня вопрос такой. Да, я знаю, что во времена Линкольна даже и журналисты сливали информацию и вредили северянам. Но, вот, было ли такое время, когда, как бы, средства массовой информации дошли бы до такого низа, как сейчас? Потому что, то, что происходит сейчас, на мой взгляд, это чистая гебельсовская пропаганда. Спасибо большое за ответ. Спасибо, Мария. Во время, ну, южные газеты и журналы, ну, тогда средства массовой информации были простые, были газеты ежедневные, еженедельные и журналы, еженедельные, ежемесячные. Больше ничего, естественно, не было. Значит, южные средства массовой информации, они были, как правило, за продолжение войны до победного конца, они считали северян-агрессорами, это особо статья. На севере мнения были разные, потому что всеобщая воинская повинность. Люди не хотели идти воевать, непонятно, каким казалось, за что воевать. А когда Линкольн объявил прокламацию об освобождении 1 сентября 1863 года, то масса людей отказалась, они говорят, мы не хотим идти в армию, чтобы освобождать черных. Дамы и господа, ситуация антинегритянская в Северных Штатах была гораздо большей, чем в Южных Штатах. Ну, просто гораздо большей. Более того, в Северных Штатах существовал закон, по которому, если человека призывают в армию, а он может за свои деньги купить двух-трех человек, которые вместо него пойдут служить в армию, это широко применялось. Таким образом, богатенькие люди, жившие на Севере, не все, не все, многие, они просто покупали себе замену. И идти воевать должен был пролетариат. Это ирландцы несчастные, которые приехали. В Нью-Йорке был бунт против записи в армию. И, естественно, газеты были разноплановые. Одни газеты считали, что войну нужно продолжить, другие газеты обвиняли Линкольна в том, что он нарушает Конституцию. Еще газеты поддерживали Линкольна во всем. И просто, скажем, банды, будем так называть, мопс, которых поддерживали власти, в том числе и федеральные, они громили газеты, которые были неугодны президенту Линкольну. Это существовало. Но опять-таки, возвращаясь в сегодняшний день, на мой взгляд, вы абсолютно правы. Значит, сегодняшняя пропаганда демократической партии, то есть пропаганда. Масса газет, журналов, телевидение, они являются пропагандистским орудием демократической партии. Никакой независимости от партийного руководства у них нету. И это действительно напоминает геббелевскую пропаганду. Действительно, ведь, дамы и господа, большинство американцев уверено, что колюжен, сговор Трампа и Путина существовал. Почему? Потому что геббелевская информация просто заставила их так считать. Да. Спасибо. Давайте ответим на следующий звонок. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Арлов, от ответа на вопрос. А когда тут придумают такой закон, что вот эти Мюллер ввел столько, ну, сколько он, два года уже почти ввел это расследование и специально делал, чтобы Трампом палки в колеса ставить. А чтобы они отвечали за все деньги, что на их государство потратили, что они выпластили еще двойного размера. Спасибо. Спасибо большое. Это совершенно прекрасно, поскольку я выступаю по раде Чикагскому раде, но вы знаете, что произошло с этим самым черным парнем, которого должны были судить и которого вчера оправдали по всем статьям. Сколько тысяч долларов, тысяч долларов, десяток, может быть судим, потратила полиция и расследование Чикаго, чтобы выяснить, что он негодяй лгал. Кто вернет налогоплательщикам Чикаго из штата Иллинойс эти деньги? Ваш вопрос риторический. Когда идет расследование федеральных, федеральными властями, на деньги всем наплевать, потому что в федеральной казне миллиарды, триллионы долларов. Это грустно, но это увы факт. На деньги наплевать. Кстати, именно поэтому, когда делом, расследованием занимается федеральное правительство, не штатное, не городское, не местное, то, как правило, в федеральных судах побеждает прокурор в более чем 90% случаев, потому что у федерального правительства денег немерено. Да, спасибо. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, у меня такой вопрос. Ну, просто был я такой конец, когда Кирилла Клинта была под следствием, вот, по поводу ее неправильного использования вот, интернета, и ее муж встречается с генеральным прокурором, тот, который ведет расследование, в частной беседе, и это считается как бы нормально, вот они сидели, поговорили о детях. Был такой как-то президент в истории. Спасибо большое. Я начну, да не начну, я сразу же окунусь в Джон Кеннеди и Роберт Кеннеди. Президент, министр юстиции, его родной брат. Значит, когда сегодня, я слышу, демократы говорят, о, теперь у Трампа министр юстиции, который, естественно, делает все, как Трамп хочет. Они что, забыли, как братишки занимались делами? Естественно, естественно, встреча бывшего президента Кеннеди с министром юстиции госпожой Линч. Случайная встреча на Трапе самолета, случайная встреча, поговорили о детях и внуках. Абсолютно, это абсолютно возмутительно. И после этой встречи глава Федерального бюро расследования господин Кони объявил, что Хиллари не нужно привлекать к уголовной ответственности. Это нарушение любого закона, любого порядка всего. Ну, дамы и господа, такие генеральные прокуроры министра юстиции были у Обамы, а что мы вспомним перед министром юстиции, который был перед госпожой Линч. Там что, не было сговора между Обамой и этим господином, с которым они были знакомы на протяжении десятилетий. Поэтому встреча Линч с бывшим президентом Клинтоном, конечно же, это должно быть расследовано. И вся эта история с сервером, частным сервером, который она употребляла, госпожа Хилле, употребляла для государственных дел. Это нуждается в расследовании. И, кстати, я надеюсь, что новый глава юридического комитета Сената, сенатор из Южной Каролины, что он все-таки начнет слушание в Сенате и сможет довести дело до конца. Кстати, министр юстиции, новый министр юстиции имеет полное право назначить независимого прокурора, как Мюллера, для расследования всего, что происходило с Клинтоновскими делами. Это его полное право. Назначить ли он, я не знаю, я не уверен, боюсь предсказывать, но он имеет на это полное право. Вы помните, во времена Обама, когда генеральным прокурором был Эрик Холтер, и когда у него спросили его отношения к президенту Обаме, он официально сказал «Mr. President is my boy». Вы себе представляете, что бы сегодня творилось с демократами, если бы, например, тот же господин Билл Бар сказал бы о Трампе, что это его бой. Это так. Опять же риторический вопрос. Добрый день, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Алексей. Добрый день. Я хотела заметить, что вот этот журналист, он не журналист, а провокатор, который позиционирует, как будто бы он консерватор, а толкает абсолютно левые идеи. Но это просто, как говорится, замечание. Я хотела спросить насчет Линкольна. Я думаю, что вы не согласитесь, но все-таки хотела бы услышать ваше мнение. Вот перед всей этой войной гражданской выступил Линкольн и заявил, что южане должны платить больше налогов, в то время, как они уже платили больше налогов в бюджет страны. И вот это явилось причиной желания отделиться южных штатов и так далее. Вот почему считается, что заслуга Линкольна в объединении страны, когда он явился причиной разъединения? Вопрос хороший. Речь шла не о подоходных налогах, и не налогах на корпорации, на компании. Речь шла о тарифах. Северные Штаты хотели ввести тарифы пошлины на возимые из Европы, в частности, из Англии товары. Потому что на готовые изделия. Как бы это дело помогало развитию промышленности. Все дело в том, что такие тарифы шли на пользу только Северным Штатам. Юг страдал бы вот по какой причине, если были введены тарифы. Они были потом введены на поставки готовой продукции из Европы, в частности, из Англии, то европейские страны, в частности, Англия, в первую очередь, она бы ввела тарифы на поставки хлопка. И страдали бы в первую очередь экономические южные штаты. Тариф, вот этот разговор о тарифе, он, кстати, имеет соответствующее название, назван именем конгрессмена из Пенсильвании, который его предлагал. это было одно, так сказать, один из поводов для южан отколоться от севера. Один из поводов. Что касается Линкольна, то он не погрешил против истины, когда сказал, что его целью в этой войне является не освобождение черных, а сохранение союза. Это действительно так. Мы можем по-разному относиться к Линкольну я во много, по многим проблемам отношусь к нему отрицательно, особенно в связи с тем, что происходило во время гражданской войны. Я через неделю буду об этом говорить. Тем не менее, действительно, его заслуга, что удалось сохранить вот этот союз. Ценой крови около 600 тысяч погибших и раненых, разрушенный юг, все это так, но союз Соединенные Штаты Америки был сохранен, и это, скажем так, заслуга Линкольна, как бы мы не относились к его работе как президента. Спасибо огромное, Алексей. Уважаемый Алексей, у вас есть ровно полминутки 40 секунд на ваше завершающее слово. Завершающее слово следующее, дамы и господа. Значит, у меня следующая передача будет посвящена тому, что цель демократической партии установления тотального господства в нашей стране, вытекающими отсюда последствиями, это получить контроль над всеми тремя ветвями власти, над Белым домом, над Конгрессом, двумя палатами и над Верховным судом. К чему это может привести, сказать трудно, пока что у нас все-таки есть как-то Конституция, она соблюдается, но тотальная власть левых, левых, ничем хорошим, ничто хорошего в нашей стране не обещает. Вот это будет тема передачи через неделю, а сегодня я желаю всем дамы и господа, как обычно, будьте, будьте, будьте здоровы. Спасибо огромное, Алексей, огромное вам спасибо также за ответы на вопросы наших радиослушателей и услышимся на следующей неделе. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова